и всем привет друзья вы на канале sky top games и это очередное видео которое пойдет в копилочку нашего плейлиста подкасты о космосе а также в копилочку плейлиста space engine ребята мне давно писали в комментариях sky попробуй vr space engine ребята сегодня мне это удалось и я скажу что я безумно рад впечатления которые остались после всего того увиденного в окуляр vr шлема которые мне дал попользоваться брат это ребята это совершенно безумно то что ты видишь когда играешь пути путешествуешь в этот симулятор просто глядя в монитор это ну как-то знаете и совсем не то ты видишь квадрат перед собой не более но когда ты находишься в окуляре первые мои впечатления были знаете когда я был на планете земля я начал до солнечной системы жаль все полностью конечно не записалось я просто офигел честно я думал суши и это что где я куда бы я не повернул свою голову я видел поверхность планеты земля посмотришь наверх небо плывущие облака дух это было безумно у меня затряслись честно говоря руки когда я стал ускоряться и подниматься с поверхности земли оторваться с нее и подниматься в космос и я увидел землю и знаете я блин не знаю я представил интересно а как же сразу же подумал такой я представляю какие впечатления получают астронавты выходящие в открытый космос с международной космической станции либо просто не знаю это я не могу сейчас описать у меня даже честно скажу затряслись руки я не мог держать джойстики не знаю на видео тебе видно как у меня сейчас трясутся руки или нет я под конец всего решил слетать побывать на в созвездие ориона даже знаете вернее посетить туманность ориона вот и все эти краски которые ты видишь в экран монитора это все не передаст тебе шлем vr ты просто застываешь на мгновение и хочется не то чтобы перемещаться да как в space engine ты крутишь мышкой хочешь перелететь с объекта на другой объект ну такой посмотрела у красоты какие как все прекрасно быстро перемещаешься а ты просто застываешь глядя на эту картинку вот увидел ты допустим какую-то планету и ты тупо замер и смотришь на нее поворачивая голову влево вправо и все мое путешествие началось с ю пить вернее мое путешествие началось как я говорил в солнечной системе и я посетил венеру я блин это было невероятно такое чувство что я парю в космосе рядом с этой планеты я вижу ее это невообразимо и пугающе особенно когда я перемещался на темную сторону блин мое сердце даже замирала честно скажу это невероятно после венеры я посетила юпитер и я долго разглядывал его газовые вот эти вот завихрения газовые облака и это было фантастично просто нереально я долго в них всматривался я нашел большое красное пятно и также меня были восхищение вау и я представил смотря на красное пятно я представил суши насколько она офигенно большое даже несмотря что я не опускался и представил что в это красное пятно может поместиться земля я сразу стал представлять все невероятные размеры этого газового гиганта это было невероятно спустя несколько минут после того когда я немножко вышел так сказать из транса я решил посмотреть на спутники я опустился на спутнике юпитера я опустился на ее где смог пролететь над лавой но знаете что все таки визуал визуалом но качество наверное самой картинки space engine то же самое когда ты смотришь в экран монитора вот прорисовку допустим той же поверхности планет светом ну так и принципе как в экран монитора он и передается всего лишь вау возникает когда ты смотришь слева у тебя звезды повернул голову направо у тебя там тоже звезды и ты не знаешь куда тебе разорваться ты понимаешь что ты находишься в каком-то пространстве ты и париж в космосе я еще был момент когда я знаете приближался к нашему солнцу и даже моментами отворачивался от него боялся наверное ослепнуть конечно управление вверх и мне не сразу удалось буквально спустя наверно час да вот представляешь целый час я побывал всего лишь у венеры земли и юпитера то есть если любоваться через вверх все и наверное солнечной системы мне наверно понадобится около двух дней я думаю чтобы как следует рассмотреть с каждой стороны все планеты астероиды и все прочее присесть на поверхность да кстати был и на марсе пролетел над долиной маринер представил как будущее астронавты прилетели на эту планету чтобы в дальнейшем терроформировать и и представил как можно принципе рассмотреть поверхность марса с какого-нибудь корабля да это безумно круто скажу так что ребят с vr игрушка вообще просто на высоте я бы приобрел вер но она зараза она по крайней мере у нас где я живу она очень достаточно дорогая штука около 100 тысяч 120 в районе до в районе этого 100 100 120 тысяч рублей конечно же брать кредит сейчас кто-то посмотрит побежит брать веру в кредит и все прочее ну блин ну не знаю это мне кажется сумасшедший вариант можно конечно найти веры и с рук где-нибудь в районе 70-80 тысяч рублей но это же опять же заметь это б.у.в.р. тысяч так за двадцать это нет извини никакого качества и вообще-то и такого верта в жизни не найдешь ну если только для playstation не знаю vr и space engine вообще вверх конечно есть для спейл для playstation а space engine по моему нету для playstation скажу что vr и space engine это вообще грандиозная штука которая на сто процентов захватывает тебя и и ты представляешь что ты вообще находишься в открытом космосе ты готов просто часами и сутками напролёт проводить время в игре жаль конечно да мои путешествия некоторые не записались но в следующий раз если что я запишу для вас еще отдельное видео особенно меня еще напугал один момент когда я стал опускаться на поверхность марса и знаете я немножко увеличил скорость и я приближаюсь к поверхности марса и думаю о боже я сейчас разобьюсь но потом понимаю что ух это всего лишь симулятор игра блин и не более но дух реально дух захватывает ну а при вылете из нашей галактики млечный путь я просто даже немножко как правильно сказать наверное офигел в мою голову не могли уложиться мысли даже о том насколько огромен наш млечный путь и вылетая за его горизонты я постоянно оборачивался и смотрел в дальние просторы вселенной и знаете такой сразу подумал мне слушай подожди скай тебе еще туда далеко ты должен изучить вдоль и поперёк галактику млечный путь скажу так что по крайней мере мне наверно играя сви эр в space engine для изучения галактики млечный путь наверное понадобилось ну не знаю тысячу лет хочу передать огромную благодарность подписчику из сша к альбу льюису за то что давно давно мне советовал испытать все эти эмоции space engine ну что же ребята наверно на этом подкаст я буду свой заканчивать так сказать поделился с вами мыслями и всем советую в будущем приобретать вер это грандиозно просто фантастично именно для этой игры в и эр самое то сто процентов ну а если в будущем ты хочешь посмотреть наши новые видосики путешествие с иер обязательно поставь лайк подпишись на канал нажми колокольчик и пиши мне комментарий ну а так же я буду рад новому каждому спонсору на нашем канале синяя кнопочка на главном меню канала это будет очередной поддержкой для меня ну а вам тоже приятный бонус эх был бы у меня веер я бы наверное запустил 24 часовой стрим ладно всем пока ребята и помните что космос и вселенная бесконечны и мы только начинаем свое путешествие в нем пока пока